МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семью, в которой нет детей, вряд ли можно назвать полной. А тем временем далеко не все женщины могут познать счастье материнства. По статистике, каждая шестая супружеская пара не может иметь детей. А тем временем современная медицина имеет эффективные способы лечения бесплодия. И речь идет не только о так называемом зачатии в пробирке. В наше время врачи могут вернуть, казалось бы, бесплодной женщине возможность самой родить малыша. Причем для этого не нужно ехать за границу. Лечением женского бесплодия успешно занимаются и гродненские гинекологи. Об этом и поговорим в нашей сегодняшней программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В норме семейная пара способна зачать ребенка в течение трех месяцев их регулярной открытой половой жизни. Если же беременность не наступает на протяжении года, супругам стоит задуматься и обратиться к специалисту. Центры планирования семьи есть в женских консультациях и перинатальном центре. Там врачи-акушеры-гинекологи назначат определенные обследования на предмет выявления причин возможного бесплодия. Если у мужчин никаких проблем не обнаружено, более детально обследуется женщина. Существует несколько видов женского бесплодия. Во-первых, есть бесплодие, первичное бесплодие. Это там, где женщина ни разу не беременела и не имела беременности. Вот она 2-3 года живет открыто, не предохраняется и не беременеет. Это первичное бесплодие. Есть вторичное бесплодие. То есть у женщины уже были беременности, могут быть разные. Или она рожала уже, потом не может забеременеть, или была внематочная беременность, или был выкидыш, или было прервание беременности. И после этого она тоже не беременна. Выделяют несколько видов женского бесплодия в зависимости от причин возникновения заболевания. Женское бесплодие делится на такие факторы, как есть маточный фактор бесплодия, то есть женщина не беременна по причине патологии в полости матки. Это могут быть синехи, полипы, перегородки. Может быть трубноперитениальный фактор бесплодия или трубный, когда проблема в наступлении беременности состоит по причине патологии маточных труб. Трубы или непроходимы совсем, или частично проходимы. Есть спайки в малом тазу, вот по этой причине женщина не беременна. Это называется трубноперитениальный фактор бесплодия. Есть эндокринный фактор бесплодия. Значит, за эндокринный фактор бесплодия причина бывает в яичниках, когда ненормально функционируют яичники. Патология может быть во всей гипоталамо-гипофизарной системе, которая отвечает за функцию яичников, то есть нарушение выработки определенных гормонов половых. Если недостаток определенного гормона можно восполнить с помощью лекарственной терапии, то при других видах бесплодия не обойтись без хирургического вмешательства. С 80-х годов прошлого века в мире широко применяется методика малоинвазивных операций в гинекологии. Гродненские врачи активно выполняют лапароскопические операции на протяжении последних 20 лет. Развитие современных технологий в гинекологии получило новый импульс с открытием Гродно-областного гинекологического эндоскопического центра. Еще с 2002 года по программе президента Республики Беларусь в каждом областном центре такой центр был открыт. И вот в городе Гродно, на базе нашего отделения, был развернут этот центр. Под открытие центра больница получила новое современное гинекологическое оборудование. В областной гинекологический эндоскопический центр поступают женщины со всех районов Гродничины. Врачи оказывают им помощь при различных патологиях матки и придатков. Особый акцент сделан на восстановлении репродуктивной функции женщин. Так врачи могут устранить практически все факторы бесплодия. Например, проводят лапароскопическое лечение трубного бесплодия. Что это собой представляет? Если у женщины трубы запаяны, например, в ампулярных отделах, в конечных отделах сама труба внешне не изменена, но она запаяна. Естественно, лапароскопическим доступом мы имеем возможность рассоединить спайки, сделать контрольную хромодиагностику, восстановить проходимость маточной трубы. После такой процедуры женщина практически сразу может забеременеть. Когда восстанавливается проходимость маточной трубы, происходит овуляция, выделяется из фолликула яйцеклетка в брюшную полость. Там она нормально оплодворяется сперматозоидами, которые попадают туда через маточные трубы. Происходит оплодотворение, и оплодотворенная яйцеклетка захватывается фимбриями маточной трубы и движется по маточной трубе в полость матки. И там происходит ее имплантация. То есть у женщины наступает нормальная маточная беременность. То же самое делается и при яичниковых формах бесплодия. В этом случае у женщин не происходит нормальное созревание фолликул яичников и, как следствие, овуляция. Врач во время лапароскопической операции проводит так называемую декапсуляцию, то есть надсекает плодную оболочку и этим восстанавливает процесс овуляции. В норме в яичнике у женщины то в одном, то в другом, в течение первой фазы цикла созревают фолликул. Это небольшой пузырь, в котором зреет яйцеклетка. В норме в середине цикла происходит овуляция, то есть происходит разрыв этого фолликула, и яйцеклетка, готовая к оплодотворению, выделяется в брюшную полость. Это происходит в норме. При патологии, например, яичникового генеза, вот этот процесс нарушен. Фолликулы иногда созревают, но не лопаются. Так вот, для того, чтобы наступила беременность, необходимо вот эту белочную оболочку или надсечь в нескольких местах, или частично иссечь, и тогда нормально наступает беременность. Происходит овуляция, и женщина может беременеть. В этом случае беременность также может наступить уже в следующем менструальном цикле. При этом врачи рекомендуют женщине пытаться забеременеть в течение 6-9 месяцев после операции, так как не исключено, что потом может наступить рецидив склерокистоза. Большой процент поступает женщин с патологией эндометрия, то есть с полипами эндометрия, с гиперпластическими процессами, в том числе и при бесплодии. По этой причине, значит, выполняются у нас такие манипуляции, как диагностическая гистероскопия, где подтверждается или не подтверждается патология эндометрия, и параллельно проводится коррекция этой патологии. То есть полипы эти удаляются, или рассекаются сеноэхи, например, или рассекается перегородка в полости матки, по причине которой женщина не беременна, и после этих операций тоже наступает благополучная беременность. Иногда бесплодие связано просто со спайками в брюшной полости. Они могут появиться, например, после каких-то операций или воспалительных процессов. Это также мешает нормальной овуляции и захвату яйцеклетки. В этом случае врач тоже лапароскопически рассекает спайки в брюшной полости. И наступает беременность. Ежегодно в областной эндоскопический гинекологический центр обращается около 4 тысяч женщин. Многие из них страдают от различных форм бесплодия. В большинстве случаев грудненские врачи помогают пациенткам решить их проблемы. Процент выздоровления большой. В плане, если брать конкретно по бесплодию, то здесь, конечно, надо сказать так. Цифры, мы, в принципе, статистику ведем наступление беременности. Цифры, в принципе, сопоставимые, коррелируются с мировыми цифрами, как вот, так сказать, и в Европе, и, так сказать, в развитых странах, по наступлению беременности. При лапароскопическом трубно-перитениальном бесплодии процент наступления беременности составляет где-то порядка 34-38%. Это достаточно большой процент. При эндокринном бесплодии яичникового генеза процент повыше. Это порядка 50-60% наступает беременность, а иногда и выше процент. Ежегодно в областном эндоскопическом гинекологическом центре выполняется более тысячи лапароскопических операций. Они длятся в среднем от 30 минут до часа. Такое хирургическое вмешательство имеет практически идеальный косметический эффект. Остаются лишь небольшие швы. Значит, вот это у нас гинекологическое операционное, в котором выполняются полостные и лапароскопические, эндоскопические операции. Это современная эндоскопическая стойка фирмы Вольф, на которой выполняется операция. Здесь вы четко видите, что есть монитор. Даже здесь у нас два монитора. Доктора смотрят на монитор и выполняют операцию. В данной ситуации оперируется женщина с доброкачественными опухолями матки и придатков. Выполняется органно-сохраняющая операция. Гродненские врачи активно внедряют и метод гистерорезектоскопических операций. Они еще более щадящие, но тоже сложные. Гистерорезектоскопически наши гинекологи удаляют полипы и узлы, рассекают перегородки и синехии в полости матки, извлекают из матки инородные тела, делают резекцию эндометрия. То есть выполняют практически весь объем операций, которые делаются в мире. Вот здесь у нас расположены две стойки. Вот это лапароскопическая стойка, еще одна. И вот это гистерорезектоскопическая стойка. На этой стойке выполняется гистерорезектоскопическая операция, на этой лапароскопической операции. В Гродненском эндоскопическом гинекологическом центре оперируют также другие патологии. Доброкачественные опухоли придатков, кисты яичников, расширенные маточные трубы, опухоли матки. В последнее время опухоли матки все чаще выявляются у молодых, еще не рожавших женщин. В таких случаях врачи выполняют органосохраняющие операции, что не лишает пациентку возможности иметь детей. К сожалению, не всегда получается сохранить матку. У нас накуплен большой опыт выполнения лопароскопических удалений матки. С 2002 года мы их выполнили уже больше 700. Вот такой опыт эндоскопической гистероктомии, я такой термин медицинский скажу, у нас в республике, наверное, самый большой. Грудненские врачи освоили и другие виды сложных гинекологических операций. Например, при опущении половых органов, так называемом генитальном пролапсе, матка фиксируется с помощью протеза к позвоночнику. Кроме того, внедряются и другие методики, которые есть в мире. Есть у нас желание с получением нового оборудования внедрить операции, такие как, например, выполнение лопароскопических операций, не через два или три прокола, как это делается стандартно, а через один порт, то есть через одну дырочку выполняются операции. Но для этого должны быть специальные инструментарии, приспособленные к этому. Вот эту методику мы хотим внедрить. Ещё есть такая современная методика пельвеоскопии, то есть осмотра органов малого таза, гениталий женщины, не через переднюю брюшную стенку, а через задний свод лагалищ. То есть здесь вообще на животе никаких разрезов, ничего нет. К сожалению, не всегда можно препятствовать развитию женского бесплодия. Различные врождённые патологии и генетические заболевания предупредить, излечить очень сложно. Однако определённые способы профилактики бесплодия всё же есть. Каждая женщина с ранних лет должна заботиться о своём здоровье, регулярно посещать гинеколога, избегать вредных привычек, правильно питаться. Раннее начало половой жизни – это всегда сопряжено с нежелательной беременностью. Прерывание беременности у нерожавших женщин тоже сопряжено с тем, что могут быть воспалительные процессы или какие-либо осложнения. Это тоже профилактика медицинских абортов. Моменты переохлаждения. Надо беречь, следить за своим здоровьем. Сейчас очень большие вопросы обсуждаются в плане, например, повышенное питание, ожирение. Это тоже способствует тому, что не происходят нормальные процессы овуляции в организме, и мы часто говорим, когда там женщины обращаются с бесплодием, что в первую очередь надо похудеть. Однозначно, избыток веса – это тоже оказывает очень неблагоприятное влияние на репродуктивную функцию женщины. А если какие-либо проблемы со здоровьем возникли, не нужно искать советы на стороне. Лучше сразу же обратиться к специалисту. Именно так и поступила 32-летняя Наталья из Гродно. Долгое время не могу забеременеть. И все возможные медикаментозные варианты были использованы. И поступило предложение сделать лапароскопию. Просто даже больше диагностика, потому что проходимость как бы есть, а все равно не получается забеременеть. Поэтому оценили яичники. Все то, что мешало, убрали кисту, в частности, и эндометриоз небольшой был. Повезло абсолютно смерть персоналам, потому что замечательные девчата, все молодые, достаточно внимательные. И вплоть до того повезло, что у меня замечательные девчата по палате. Мы друг друга поддерживаем, поэтому все супер. И сейчас замечательная, довольная, счастливая, пойду домой. А вот 29-летняя Гродненка Юлия решила не ждать, пока у нее появятся какие-либо проблемы с зачатием и рождением здорового ребенка. Женщина заблаговременно обратилась к врачу. И не жалеет об этом. Вообще мы с супругом поженились и запланировали беременность. Дабы подойти к этому вопросу ответственно, прошли сразу все обследование, и супруг, и я. И у меня выяснилось, что необходимо хирургическое вмешательство, которое, собственно, здесь мне осуществили. Было подозрение на поле, врачи провели вот эту процедуру гистера, резектоскопию, довольно умное название. Все было очень, довольно быстро проходило. После этого вот я сейчас восстанавливаюсь и, соответственно, вот готовлюсь к выписке. После этой процедуры все вот, что пишут в интернете, говорят врачи, я знаю по подругам, обычно в течение 2-3 месяцев беременеют. Поэтому это должно ускорить весь процесс и решить все наши вопросы. Врачи уверены, что Юлия, как и другие их пациентки, уже скоро станет счастливой мамой. Тем временем многие супружеские пары, которым уже удалось справиться с бесплодием, приходят в больницу со словами благодарности. А некоторые даже приносят фотографии своих счастливых, полных семей. Эти снимки вселяют остальным пациенткам в надежду на успешное разрешение их проблем. К сожалению, судьба не всегда дает нам то, что мы хотим. В то время как одни женщины предохраняются и даже избавляются от нежелательных беременностей, другие готовы на все ради того, чтобы познать счастье материнства. Но даже если вам не удается забеременеть на протяжении многих лет, не отчаивайтесь и не опускайте руки. Ведь история знает немало случаев, когда, казалось бы, бесплодные женщины рожали здоровых малышей. Главное верить, ну и, конечно, вовремя обратиться к врачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова